Всем привет! Сегодня мы займемся распаковкой товара с Алиэкспресс, которую нам любезно предоставила компания ADUP. А именно, прислали они нам такую интересную вещь, как смарт-сетевой адаптер Wi-Fi типа PCI с возможностью управления компьютером дистанционно с помощью приложения ADUP Smart и наличием встроенного Bluetooth адаптера версии 5.2 для подключения к настольному ПК Bluetooth гарнитура. В общем, как говорится, устройство полный фарш, функции которого мы проверим в этом видео. В комплекте поставки у нас идет сам Wi-Fi адаптер, модель AP-AX200SW, документация, заднее крепление для миниатюрных ПК, болтик, отвертка и, соответственно, необходимые провода для подключения. Перед тем, как начнем подключение для тестирования этого устройства, давайте быстро пробежимся по характеристикам. Во-первых, прежде всего, что необходимо знать, это то, что устройство будет работать корректно в любом PCI-Express разъеме. Сам Wi-Fi адаптер работает в двух диапазонах. Это 5 ГГц и 2,4 ГГц. И имеет самый современный стандарт. Это Wi-Fi 6, который призван увеличить объемы передаваемой информации и, соответственно, скорость передачи данных, который имеет свой номинал до 3000 Мбит в секунду именно на этом устройстве. Также данная сетевая карта обладает Bluetooth адаптером в версии 5.2. Кстати, это также самый современный стандарт передачи данных по Bluetooth. Ну а также уникальность этого устройства подчеркивает функция дистанционного управления питанием компьютера, которая, в свою очередь, имеет несколько полезных функций, но о них чуть позже. Ну а самое главное лично для меня то, что это устройство имеет внешние антенны, что позволит увеличить более слабый сигнал от дальних устройств Wi-Fi. Теперь не терпится протестировать это устройство и его функции. Для этого давайте возьмем какой-нибудь компьютер, который не имеет у нас Wi-Fi адаптеров, и, соответственно, на нем проведем все это тестирование. Для этого нам необходимо получить доступ к системной плате нашего компьютера, затем выбрать разъем PCI-Express. Подойдет любой, как я говорил выше, подготовить посадочное место и установить адаптер в него. Затем подключим провод управления Bluetooth адаптером и провод управления питанием компьютера. В свою очередь, другую сторону провода Bluetooth адаптера необходимо подключить к разъему интерфейсу USB, например, найдя свободные пины для USB разъема в передней панели на системной плате, либо отключить USB передней панели и вместо нее вставить уже наш провод. Далее необходимо подключить интерфейс управления питанием компьютера. Для этого с передней панели, с кнопки питания и с кнопки сброса находим контактную группу, приходящую на пины системной платы под названием PowerSW и ResetSW. Далее берем провод управления от сетевого адаптера, который мы установили в него ранее, и здесь нам понадобится правильно их соединить. Для этого от провода Bluetooth берем контактную группу с наименованием PAPA и вставляем его в контактную группу провода, идущего с передней панели, который мы только что отсоединили от системной платы. То есть, таким образом, с кнопки питания переднего системного блока мы перенаправляем сигнал через наш сетевой адаптер, чтобы управлять им. А вот уже на контакты интерфейса системной платы мы устанавливаем контактную группу с нашего сетевого адаптера. Кстати, на моем компьютере нет кнопки сброса на передней панели, поэтому ResetSW у нас не будет задействован. Далее по классике собираем все обратно, устанавливаем системный блок на место, проверяем работоспособность сетевого адаптера. Далее нас интересует установка драйверов этого оборудования. К счастью, производитель уже все предусмотрел. Для нас есть QR-код и ссылка. Переходим, скачиваем драйвер для нашего устройства, устанавливаем и затем проверяем работоспособность. В нашем случае и Bluetooth, и сетевой адаптер работают. Теперь в первую очередь проверим интернет-соединение. Точно ли видны сети Wi-Fi, окружающие нас, и можем ли мы к ним подключиться, и как они работают. Также, к счастью, все прекрасно работает, и в этом случае скорость передачи данных полностью соответствует нашему сетевому потоку. Далее предлагаю посмотреть, как работает Bluetooth-адаптер. И для этого нам понадобится какая-то Bluetooth-гарнитура. Возьмем наушники. Нехитрыми действиями подключаем гарнитуру и идем тестировать. Заранее скажу, что гарнитура подключилась быстро, без каких-либо препятствий и проблем, и замечательно работает. Далее будем тестировать, на мой взгляд, самые интересные и уникальные функции этого устройства – это дистанционное управление питанием компьютера. Для этого сам компьютер, а также ваш смартфон, подключаем к одному и тому же устройству. В моем случае это маршрутизатор ATP-Link. Находиться в одной сети вашим устройством необходимо, для того, чтобы синхронизировать сетевой адаптер с приложением на вашем смартфоне, которое без проблем я скачал из документации по QR-коду. Приложение называется EDUP Smart. Первоначальная настройка и синхронизация устройства со смартфоном не должно вызвать у вас каких-либо проблем, потому что в приложении все инструкции ясны и понятны. И теперь без проблем мы можем выключать компьютер с помощью кнопки на вашем смартфоне, либо же включать его, что сейчас вы можете и наблюдать. А теперь давайте его включим. Как видите, сейчас он у нас в выключенном состоянии. Нажимаем кнопку, и, как видите, загорелся индикатор на кнопке питания системного блока, и компьютер запустился. И, кстати, после синхронизации вы можете делать это абсолютно из любой точки мира. То есть просто подключаетесь к интернету, заходите в приложение, нажимаете кнопку, и у вас дома компьютер либо выключился, либо включился. А теперь давайте рассмотрим еще одну функцию. Это защита от детей. Для многих, возможно, она будет актуальна. Как видите, я ее включил, и теперь кнопка на блоке питания не будет работать. После отключения функции все заработает снова. В приложении можно включить звуковое сопровождение любого из воспроизведенных действий на компьютере. То есть отключение, включение и так далее. Также можно посмотреть журнал последних действий. Также в приложении доступно оффлайн-уведомления и подключение нескольких смартфонов к устройству. Ну и, конечно же, наоборот, несколько устройств к смартфону. Конечно же, не буду подсказывать родителям злостных геймеров про такую функцию, как таймер выключения, если ваш ребенок заигрался. Давайте подведем вывод по итогам тестирования этого устройства. Все ссылки, которые вам необходимы, будут в описании на продавца и, соответственно, на его товар. По самому устройству я все наглядно объяснил, как подключить, как использовать, какие функции имеет. Все меня лично удовлетворило полностью. Хорошая скорость интернета, рабочий Bluetooth-адаптер для подключения гарнитуры. Ну и интересные функции блокировки. Особенно будет актуально для родителей, у которых маленькие дети, да и многим другим людям тоже. На этом все. Всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok